Всем привет! Недавно полиняла паучиха. Хочу посмотреть сегодня экзоскелет более подробно после линьки. Он правильно называется Экзувий. Вот паучиха лежит на спине, как репесток полиняла недавно. Вот Экзувия, оставшись после нее. Как раз вот тельцу откинула. Вполне в целости сохранность. Думаю, интересно будет посмотреть, особенно тем, кто не видел такого. Вполне, кстати, очень крупные. О, койки, смотрите, какие. Не так часто можно увидеть. Вот на хелицирах. Честно, сам даже еще так не приближал ни разу. Вот скромняга. Очень боится посленьки. Они, так скажем, уязвимые, пока у них скелет новый не окреп. Сейчас попробуем ее забрать, пока она тем более в сторонке. Думаю, нам не помешает. Надо аккуратно с ним, так как он местами хрупкий. Вот, сделали. Посмотрим сейчас поближе. Выглядит, конечно, очень интересно. Вот здесь вайдинг для лап. Вот Экзувия лапы. Вот голову откидывала. Даже глаза можно увидеть. Кстати, попробуем сейчас крупным кланом. Посмотрите. Очень интересная процедура, когда она увозит оттуда. Вот, вот он. Очень крупный клубки. Можно посмотреть на волоски. Вот здесь пилицеры с клубками. До них тоже дойдем позже подробнее. Вот он. Тоже давно хотел посмотреть на глаза. Выглядит, конечно, как что-то необычное инопланетное. Так, сейчас попробуем. О, вот это интересно. Честно, сам думал, что их шесть. Тут получается восемь. Вот, скажите, видали хоть раз такой вблизи? Как выглядит глаза у кулка? Бесподобно. Нет, правда, это очень круто. Сам такого еще не видел ни разу. Надо почаще подобные ролики записывать. Так, сейчас осмотрим на их зубий. А точнее, больше интересуют кулки на фелицерах. Вон, видите, на заднем фоне сколько волос осыпалось. Это у них такой защитный механизм. То есть, я его даже сейчас трогаю, сверху так чувствую, что на кожу какой-то раздражитель попадает. Пулки как раз исчёсывают эти волоски, которые поднимаются в воздухе. Если, предположим, какой-нибудь хищник, там, кошка подойдет к нему, ей сразу после исчёсывания волосков они попадут в носовые пазухи. То есть, очень неприятно, очень будет чесаться, заставлять дискомфорт. Так что, когда паука на руках подержите, тоже такая же ситуация. Вот так выглядит он. Вполне очень грудкий, наверное, по звуку можно слышать, как он грустит. Сейчас попробую достанем. Просто, самому интересно, если их раскрыть, какой недлинный всё. Острый ли он? Острый. Потому что кельцеры у них такие мощные, там, мышцами, что бы назвать, которые прям прокусывают свою жертву. Пускай у него не получилось. Так, сейчас попробую вот так выглядят они, примерно, сняли снизу у них. Вот там, там, остается, как мышцы у них. Пускай просеет просто как панцирь из-за скелета. А вот, интересует вот это. Сейчас надо как-нибудь подцепить. Конечно, это не получается. Сейчас, сейчас сделаем. Потому что самому очень интересно. Вот. Так, так, ещё немного. Немки плотные. Уже они тут стоят. О! Что-то получается. Попробуем сейчас побольше это сделать. Она прям даже, хотя без паука, загибается в ладу. Такой глядый. О! Посмотрите. Насколько может воткнуть жертву. Кстати, очень-очень остро. Прямо сейчас на пальцы пробую. Если приложить усилия, я думаю, им нужно таким прям воткнуть много чего. Не только там тараканов, либо жертвы, которые на кормежку кидаем. Ладно, так. Будет возможность нам доломать, да вытаскивать. Вот второй. Сломался. Ну ладно. Вот есть образец. В общем, вот так выглядит. Это скелет паука после. Всем спасибо за просмотр. До скорого.